знаете чем youtube хорош тем что мне задают вопросы я им отвечаю вопрос этот более очевиден вопрос в том что я не сильно люблю а точнее ненавижу жрать перемолотые кости а это продукт того как там кормят рыб а мы едим но приходится особенно еще есть то что нас уничтожает точнее вас чем алкоголем естественно полное продается везде очень 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 плохо вы знаете я иногда смотрю свой телевизионный канал youtube да 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 я всегда вижу человека в странных которые мне задают вопросы да 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 так вот для того чтобы я немножко объяснил в чем суть нашей жизни а в данном случае суть нашей жизни заключается в том что за рекламу вот этого местечка я имею ввиду пивоварного завода верхнеуральского а мне деньги ты не платят я вам показываю главный вариант главный вариант заключается в чем главный вариант заключается в том что в том что в том что верхнеуральский пивной завод вас не обманывает этого у него нету в природе своей к сожалению к сожалению у нас есть много контор да скажем так ну процентов 99 и 9 которые вас реально обманывают вы покупаете там полную ерунду включая все маленький нюанс расскажу чтобы это было понятно давайте все-таки определимся мне вот лично да нравится лично своя картошка личность свой морковки и лично а свой свеколков почему да потому что там нету химии а для того чтобы вы поняли что такое химия я вам маленький нюанс расскажу потому что я видел как-то выращенное количество урожая и выращенное количество как называть сорняков так у сорняков там корневая система в 10 раз больше то есть естественно все это дело химии 4 и потом эту химию и кушаете я не знаю может это вам нравится но нет такая же ерунда в каждом магазине и такая же ерунда в вашем алкоголе я знаю один два три магазина более-менее нормальных но я знаю то место где есть качественная задача качественный проверенный временем сделаны по уму и именно в том месте откуда все и должно было идти догадайтесь где это догадались это только верхнебральское пиво и она располагается здесь без разницы вы спокойно покупаете пиво в разлив ценники абсолютно одинаковые к слову они еще не дорогие и самое забавное что у нас получилось у то дело получилось да 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 люди начинают понимать люди начинают внедрять то что у них есть в голове вы понимаете я не думаю что я навороченный товарищ нет господа мои я такой же обыкновенный человек но обыкновенный человек такой же как вы не хочет чтобы отравили понимаете то что я сейчас сделаю в принципе 90 процентов продуктов питания которые я ем парится а это кстати очень хорошо то есть жареного но практически нет естественно и все остальное то же самое вы можете делать потому что потому что маленький это уже отдельная тема чуть-чуть доведу до сведений то есть в этом пиве такой же технологическая процедура варки варка вы понимаете это процедура варки это не сегодня не сейчас это пиво загружается в смысле солод потом варится потом добавляется туда еще и и и и и хмель все это работает делается по уму да потом еще дрожжи туда добиваются причем эти дрожжи настоящие они у фло всяческое да 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 потом еще и 23 дня но стоит то есть очень серьезная технология и в принципе беря именно верхнеуральское пиво тут еще маленький нюанс для того кто не доезжает что я это все дело могу я бы конечно бы стал бы этим делом заниматься но немножко другой вопрос у меня существует в природе своей а так конечно самое главное самая главная технологичность совершенствования так вот она сделана на безупречном уровне и мало того почему я говорю что различное пиво потому что не стать но стандартное пиво здесь их много здесь восемь штука выпускается и все очень вкусно поверьте мне с народом общался естественно все говорят что это изумительный вариант конечно сегодня и сейчас человечек ушел уже но тем не менее люди приходят люди понимают и люди будут действовать потому что мозги то у вас есть есть у вас мозги и все не каждый первый видит но я вижу но в состоянии человека упитого мерзостью как эта мерзость разливается да просто воду со спиртом добавляют красители и вкусозаменители и вы в говно это кстати не только в россии так уничтожает немцев тоже есть и в англии и в индии что же хорошего а простите вы смерти нашей хотите а этого нет верхнеуральском пиве я вот сейчас только-только ехал сюда на автобусе к слову о том что в магнитогорске очень неплохо когда есть на расстоящее автобусы качественные красивые и большие кстати и видел состояние человека в лохматушку о пьяного охота знаете такое говнище пиво а вы его еще пьете да ну пейте пейте а потом не думайте что вы стали такими же чмарями блин пасхальная сколько открытий чудных вам показала то что я вам демонстрирую вы посмотрите вы хоть одного пьяного там видели нет потому что это настоящее качественное пиво да она но комсомольской 25 да но здесь прямо строчкой вот это местечко то здесь нету дебилов потому что люди не понимают этого качества дебилизма здесь все понимают удовольствие так вот удовольствие есть отвинтецкая и меня пока тут объясняют я еще раз говорю вот все кто смотрит меня дать все-таки добротимся вы меня смотрите то я как бы врать не буду естественный вопрос сделайте так чтобы не только вы первые посмотрели сейчас принципе youtube достаточно интересная структура которая в принципе возможно вы можете даже посмотреть где где но не на этом телефоне а на обыкновенном телефоне вы не в курсе быть вас сейчас приучили к телефонам да я не против пускай это и будет мне это без разницы но зато вот если вам включившись в жизнь даже посмотрев реальные сюжеты почему вы видите меня очень мало народа смотрят потому что это не хобби это не примочки это не смех это не убийство я этим делом не занимаюсь потому что тот кто занимался смертью убийство всеми остальными товариществами да он уже на том свете допчинский вечерний магнитогорск слышали про него да посмотрите как он выглядит могила ну бред силы кобыла хотят единственно был специалист получивший высшее образование я имею ввиду он закончивший мгту был но и с той же москву он закончил понимаете то есть вот этим не не надо заниматься а так чтобы люди конкретно посмотрели я вам сейчас не торопливо так делаю грамотные сюжеты они достаточно длинные что вы могли просто понимать даже если это несложно человек едет в автобусе метро метро у нас магнитогорск к сожалению нету допустим на машине на заднем сиденье включив наушники он может посмотреть мои дивные сюжеты делайте этого делайте я специально работаю для тех кто меня смотрит потому что как бы вам сказать мне когда сказки начинают втирать то что на телевидении нельзя показывать пиво я говорю а что бред кому не окажется потому что по полной программе нам сейчас проезжает ну я не помню когда последний раз то это было но это было своими глазами я видел потому что я знаю отношение наши к информации то есть вас должны приковывать но когда основной телевизионный канал под названием россия и орт показывает то как провалился карлсберг но то что там было да 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 у нас вот эти все вещи которые были там это был не мы российская структура нет это было далеко западная структура и когда вам показывают огромные бочки пиво огромные бочки пиво представляете не то что я вам показываю здесь то есть настоящее пиво где-то валится ну примерно там литров на 700 800 может больше не знаю о чем идет надо посмотреть внимательно то есть вот это тема а когда там получается в одной бочке грубо говоря ну наверное тонн так под ну под наверно сейчас скажу тонн так под 10 до может быть по 20 вот в этом я начинаю сомневаться я в этом начинаю сомневаться я лично в этом сомневаюсь но это вам всем показывается ну я не знаю для меня это серьезный вопрос по одной простой причине когда я вам говорю про верхнеуральское пиво есть маленький нюанс то есть вы спокойненько берете это пиво ради прикола и даже вот ну ради прикола просто просто ради прикола налейте где-то в стакан и пускай он стоит в течение некоторого времени и посмотрим что там случится ну конечно же потом сквасится так вот не пейте то пиво у которого огромные сроки хранения потому что это не пиво это не пиво это димедрол растворимый и вот это та же самая ситуация которую я вам сейчас на в начале вот этого материала про магазин тройка рядышком вот он здесь находится вы можете посмотреть видел то есть человек в лохмотье пьяный идет а выпил он всего там две наверное девятки ну это же бред ну это же бред вы этим не должны заниматься вы должны понимать качество еще раз вам говорю все кто смотрит делайте это для того чтобы человеке включили то что есть серое вещество вот здесь находится у меня к сожалению половину его отрезали именно поэтому не вторая группа инвалидности ну да ладно вроде живу вроде вам кое-что объясняли так что живите спокойно сейчас еще одна будет другая . шаговая доступность понимается с годами я не против жира он нужен но приемлемом количестве вот раньше же сидели ждали трамвая сейчас за полчаса я прохожу три и более километров к слову о том что город вытянут вдоль урала на 2-3 километра по ширине и 13 в длину город наш это шаговая доступность и дайте от советской до карла маркса 204 легко трамвай не нужен так вот мы говорим про шаговая доступность я как-то в свое время однозначно проезжал от 1 до 2 и потом от 2 а время то было пол третьего ночи мне приходилось пешком дойти до правды 3 4 12 доходил ничего сложного не было сегодня сейчас я решил пройти пешкодрабчик а вот советской до карла маркса ну дошел за 3 ну 5 минут быстро дошел естественно потому что это несложно почему мы все-таки находимся в ленинском районе и на карломарске 204 потому что потому что это все-таки центр города я имею ввиду по населению не в правобережном не в ленинском районе такого не существует вроде своей но здесь то есть и вы в принципе можете либо туда зайти либо здесь получить то что вам нужно так что вам нужно вам что нужно вам нужно вам нужно как бы вам сказать не думать ни о чем другом потому что вот люди которые находятся рядышком со мной они завтра спокойненько утром сяду за руль потому что это качественное пиво здесь не существует никаких примесей вообще внимательно посмотрите все мои сюжеты то есть я почему неоднократно говорю не только про магнитогорская достаточно часто езжу верхний уральск по сути мне вот этого не нужно было бы но вы должны понимать то место где все это дело готовится то есть там нету ни примесей ничего то есть все четко работает я своими глазами видел саму процедуру от и до к сожалению я там буду немножко лукавить естественно я вам показал сколько по времени идет процедура приготовления этого пива это дни один день вы что там с дуба рухнули что ли это же не водка водка что такое спирт разбавил водой и все и вы дальше бухаете как свиньи становитесь и здесь все очень длинно я конечно понимаю что это не настолько длинно как у человек который занимается вином там повеселее там явно не месяц где-то полгода чтобы он закипел забродила это все хорошо и красиво это за счет молодое вино будет она может долго стоять но тем не менее когда мы говорим о качестве качество это я вам показываю ради прикола вы все это дело смотрите понимаете если вы я допустим вышел в эфир что к сожалению запрещено то двух месяцев было бы достаточно а мы работаем по youtube и вам это дело показывает и поэтому вместе со своими товарищами моя фамилия чулейкин знаете да ну смотрите где даже тот кто не понимает может заткнуть на вот этот сайт где залезть туда и посмотреть несложно с маленькой проблемам чулейкина в чем заключает том что их очень малого алексей юрьевич да это один человек в мире это я есть то есть сложности нет зайдите посмотрите поймите я работаю только для вас не для себя да 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 господа мы я очень люблю свои видеокамеры однозначно они позволяют себе многое это очень хорошо потому что даже в режиме хотя в принципе давайте все-таки определимся мы находимся сейчас я вам показываю сегодня 10 марта до дня равноденствия еще 10 дней в этом году будет 2024 будет 20 марта еще 10 дней и даже сейчас на улице примерно 8 часов даже вот до 8 и все равно нам надо включать дополнительное и освещение и камера должна работать качественно и маленький нюанс да что это у меня это слово нюанс 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 хотя никогда не учил французский язык но вот оно прилепилось то ко мне когда мне сейчас товарищ в другом месте говорил я был с ним однозначно согласен когда мы говорили про пиво темное потому что потому что потому что я сказал про человека который был в лохмоте он сказал что это же спирт голимый любой магазин который вам предлагает пиво торгует однозначно голимым спиртом чего нету верхнеуральском пивном заводе верхнеуральском пивном заводе совсем нету спирта в природе своей почему его нету потому что это стандартная технология серьезная интересная глобальная и уже не первый год и не первое десятилетие то и этот вам пиво вареный завод дает удовольствие удовольствие еще раз удовольствие я здесь никогда да и вы понимаете что отсюда люди в лохмоте не уходят пьяными потому что здесь все для счастья вашего к слову о том что с этим человеком он немножко со мной поспорил а я всю жизнь знал но он думал что казино под названием лас-вегас находится в другой структуре под названием сан-франциско вот эта структура немножко так я ему еще раз говорю все равно посмотрит я ему уже сказал где вы все это можете посмотреть естественно так вот лас-вегас находится в небраске аризона и про скорее аризон сейчас вспомнил тупое что ли стал однозначно но явно не там а стой стоять стоять он находится в неваде ох я лох хотя не такой уж лох однако я до камеры сказал так она есть лас-вегас находится в неваде а